предыдущий блок я закончила и овощи мои я вам забыла показать и мы уже пообедали это так вкусно что осталось совсем чуть-чуть что я сделала хочу уточнить потому что вы будете обязательно спрашивать я сначала поставила духовку на 180 градусов оставила примерно на 20 минут затем убавила на 140 градусов до чтобы не добавлять много масла я чуть-чуть добавила водички совсем чуть-чуть но и масло тоже оливкового и потом сверху закрыла фольгой и оставила как мой свекор томится наверное два с половиной три часа зависит от вашей духовки и это просто невероятно вкусно мы ели с полентой супер вкусно обязательно попробуйте вы меня спрашивали в каждой деревне есть дом престарелых да вот у нас посмотрите один дом престарелых но он достаточно большой вы меня просили рассказать про дома престарелых вот такое там просто комнаты я заходила в дома престарелых там комнаты потом большая столовая зал для развлечений можно сказать и потом там что еще а когда приходят родственники но в основном родственники заходят или в комнату к престарелым или находится можно сказать в этом зале сидят общаются там телевизор ну все как надо какие вы меня спрашивали комнаты комнаты очень разные зависит от того вот смотрите у каждого родителя код ой не родителя кто работает или кто приезжает и они заезжают чтобы припарковаться и потом подняться что я говорила перед этим я уже забыла вот забыла что надо видео пересмотреть говорила а комнаты комнаты очень разные зависит от того какой дом престарелых частный нечастный сколько вы за него платите в принципе я вот была в очень таком хорошем доме престарелых где была бабушка александра и он был частный стоил он если я не ошибаюсь нужно спросить еще у даниэль сколько он стоил вы спросите почему даниэль отдала бабушку потому что невозможно было заниматься у бабушки была такая болезнь ей нужно было постоянный уход и в этом доме престарелых работала сестра александра поэтому она каждый день занималась бабушкой вот а вот дедушка до конца своих дней жил с даниэль и с лильяном вот двоих они просто не могли потянуть и вот они платили за бабушку доплачивали потому что пенсии у бабушки она не заработала такую чтобы оплачивать полностью весь дом престарелых да если кто-то из родителей идет дом престарелых у него не хватает пенсии которую он заработал и нету на счетах там каких-то денег чтобы доплачивать то придется детям эту сумму делят и дети доплачивают за стариков или детям нужно будет договариваться брать к себе если еще конечно пожилой человек согласится многие предпочитают во франции идти в дом престарелых вы для вас это кажется может быть странно но здесь так они уже с определенного времени готовятся что многие из них пойдут в дом престарелых здесь то как бы ничего такого вот если конечно живут вместе доживут и муж и жена они могут еще позаботиться друг о друге а если вот один остается или дети вот как оля работала моя они нанимают старикам частную сиделку приходят даже несколько есть специальные ассоциации которые создаются и которые отправляют потом персонажей сиделок кто-то сидит до обеда кто-то после обеда а кто-то остается с ними на ночь но это тоже не дешево нужно считать что обойдется дома престарелых стоят по-разному и от ты 1200 1500 и до 2000 и больше все зависит от дома престарелых вот но там это вот оплата такая если ты хочешь как сказать основная что вносит семья но потом конечно все что нужно докупать личные вещи там если хочешь чтобы парикмахер пришел почаще ну все это нужно доплачивать если нужна конечно одежда все на свете все и все это плюсом даниэль конечно может рассказать побольше но может быть и вспоминать тяжело она ходила дом престарелых но она вообще как там жила можно так сказать когда нужно было только дедушкой заниматься а вот многие французы вот знаете копят можно так сказать на старость но эта старость равняется дом престарелых они знают что они копят там какие-то у них счета специальные куда они откладывают деньги но не просто на старость а на всякий случай если придется идти в дом престарелых и не хватит пенсии поэтому здесь так если у вас есть какие-то вопросы то обязательно задавайте вот если помощь я точно не знаю обманывать вас не буду если помощь родственникам или еще кому-то нужно мне будет спросить у даниэль и сколько она платила за бабушку каждый месяц но бабушки все-таки была пенсия и у дедушки была пенсия так что они там доплачивали совершенно немного когда там вещи надо было скорее всего купить и все на свете а вот александр там что-то делает алло алло секуа ангар я говорю что это у тебя он говорит но это еда для птичек жир я говорю они уже прилетали я же ему сказала в магазине он сказал нам немного у меня много а если они ждут уже не там ждут смотрите какая красота сегодня холодно утром уже но красиво так что мы сейчас будем собираться и а вот они они полетели с красными грудками все надо срочно покупать им птичкам наши собираться нужно и поедем в гости мы все такие красивые направляемся в гости заехали за цветами сейчас вам покажу какой букет мы купили вообще когда во франции идешь кому-то в гости конечно приносишь цветы но особенно женщине которую ты не знаешь хозяйки мы дома ты обязательно приносишь цветы а вот а потом если идешь куда-то до друзьям ты выбираешь или цветы или вино или шоколад но мы в этот раз взяли все и вино и сладости и еще за цветами заехали сейчас провансе переведу камеру подождите 20 градусов сегодня вообще великолепная погода и хотела вам показать какую корзиночку а не видно наверно выбрал александр сегодня выбирал александр да это я выберу не видно вам мои хорошие такое осенний букет очень красивая корзиночка осенние цветы мы заехали к тому же флористу что александр вообще любит я покупал мне цветы и сказал что поедем так что мы направляемся в гости до встречи мои хорошие у нас маленькая прогулка после обеда красота здесь деревня называется пюре ках и мы идем гуляем отобедали очень все было вкусно потом вам расскажу в машине что нам подавали 8 и мы пришли в центр самой деревни вот как она называется пюре к и давайте цены посмотрим три комнаты стоит 370 тысяч здесь пятьсот сорок пятьсот четырнадцать шесть комнат восемьсот сорок девять вообще это считается очень богатая деревня и это шесть комнат шестьсот сорок церковь и здесь магазинчики маленькие магазинчики с овощами и фруктами как во всех деревнях франции и церковь вот такая маленькая деревня но достаточно дорогая здесь живут люди у которых денежки провели мой замечательный выходной и сейчас возвращаемся домой хотела вам немного рассказать чем нас угощали но приехали мы в гости в двенадцать тридцать приглашают если в обед вечером там приглашают чаще всего к семи часам на аперитив сначала подавали аперитив был как всегда аперитив были чипсы оливки был глукомоль были различные орешки и были спиртные напитки такие как виски для женщин был сидор но вообще предлагали все что угодно затем было антре это знаете были салат с яйцами и с морковью жалко что я вам не могла этого с ним всего снять и был утиный паштет очень вкусный которые покупали у мясника подавался хлеб хлеб подавался разный на разные вкусы и уже к паштету и к закуске подавалась красное вино затем продолжали пить красное вино на основное блюдо сейчас буду вспоминать а была говядина запеченная в духовке с оливками и были грибы были лисички лисички поджаренные с чесноком и с петрушкой это было самое вкусное блюдо для меня вспомнить сибирь лисички и был картофель подавались также соусы французы подают майонез подают горчицу также подают соус с черным перцем и всегда подают вот то что от мяса подливка остается в котором мясо запекается вот этот соус подается и многие французы поливают этим соусом мясо чтобы оно не было сухим затем подавался сыр в этой семье подавался сыр зеленым салатом то есть ты можешь себе в чашку в тарелку добавить салат зеленый соус винегрет и затем отрезать кусочки сыра в основном у многих просто подают сыр каким-то сухофруктами да еще на аперитив были разные сухофрукты и орешки и потом был десерт на десерт было несколько блюд потому что французы очень большие сладкоежки я надеюсь что вы слышите меня потому что лена вот сейчас смотрю не надела микрофон и так был один ореховый пирог привозили они его не сами стряпали а привозили из какого-то региона очень вкусный там была смесь орехов с медом затем она делала свой флян в духовке и также были фрукты ну и потом уже в конце подавалась кофе кофе они подают французы отдельно от десерта уже без всего вот такой обед был затем мы пошли гулять у меня наверно спросите почему без хозяйки дома потому что французы не заморачиваются у ней была назначена парикмахерская уже на 4 часа поэтому как бы гости гостями но себя любить нужно и поэтому у ней был спорт уже назначен то есть во франции вот так приглашают посидели пообедали и потом каждый занимается своим делом надеюсь что вам было интересно с нами и спасибо за подписку спасибо за лайки и до новых встреч а мы домой